По статистике правоохранительных органов, в прошлом году произошло 3202 случая карманных краж. И еще 298 случаев произошло в январе этого года. Такой факт требует большого внимания общества. Каждый гражданин должен быть бдительным, находясь в местах повышенного скопления людей. Так студентка Эльзада Акматова совсем недавно стала очевидцем карманной кражи. Этот случай со мной произошел буквально недавно. Я ехала с курсов, получается, домой. И когда мы ехали, я, получается, стояла возле окна. И я заметила то, что один из парней начал вытаскивать кошелек у девушки, которая стояла впереди меня. После того, как Эльзада заметила эти действия, она не растерялась и быстро нашла способ препятствовать лицам, которые, по ее словам, пытались совершить кражу. И чуть сама не стала их жертвой. Я не смогла просто так смотреть, стоять и начала бить сумкой эту женщину. Она не поняла то, что я ей подаю знак. И она просто посмотрела на меня злым взглядом. Но она отошла. И благодаря этому у нее не украли кошелек. Она отошла. И потом я заметила, что они начали лезть в мою сумку. Но так как кроме книг там ничего не было, я спокойно стояла. Потому что телефон и кошелек я держала в руках. Было очень страшно. И потом они на какой-то остановке, даже не на остановке, на светофоре мы остановились. И они быстро вышли с маршрутки. Как вместе зашли, так и вместе вышли. Водители маршрута говорят, что они тоже стараются следить за поведением пассажиров и отслеживать подозрительные движения с их стороны. Однако это не всегда удается, потому что шофер, в первую очередь, должен следить за дорогой. Когда пассажиров в маршрутке мало, мы стараемся наблюдать за каждым. Но при большом их количестве нам не удается уследить за всеми. Да, карманные кражи в общественном транспорте бывают. И всем людям нужно быть внимательнее. В ГУВД Бишкека говорят, что правоохранительные органы ведут тщательную регистрацию заявлений по карманным кражам. И проводят определенные мероприятия по предотвращению таких преступлений и задержанию преступников. По линии карманных краж за 2021 год у нас совершено 3202 преступления, зарегистрированных в ЕРПП. Из них раскрыто 1613, нераскрытым остается 1589. В процентном соотношении более 50% идет раскрываемость данного вида преступления. Также правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости предосторожности во время столпотворения. Милиция просит держать свои ценные вещи под наблюдением и быть осторожнее.